Вообще, Минск, конечно, потрясающий город. Советские парки, кинотеатр, Победа, Белкнига, Голубая ёлка, ибо... Здесь даже вот подъезд ещё такой старый. Здесь у нас так называемый старый город, квартал 16 века. Ну, непонятно, это они восстановили или что это такое? То есть, действительно, город с такой советской открытки. О, такой вот СССР. Приходите, посмотрите. Становится страшно за себя. Ты что, тоже житель всё ещё СССР? Что интересно, обратите внимание, где есть светофор, они пешеходные переходы обозначают только габарит, как в Германии или во Франции. Хорошо бы сюда привезти наших гаишников. Слушай, так видите, в СССР даже в Москве такие переходы были. Нет, раньше всегда так было, да. И при том, обрати внимание, что островок из разметки сделал. Он вообще ничего не стоит, но как быстрая мера, очень эффективная. Обрати внимание, что когда стоишь и ждёшь зеленый свет, то тебя могут облить из лужи проезжающие машины. Сейчас, внимание, будет электробус. Сейчас тебя электробус обольёт. Да, видно. Вот, проехало будущее по лужам. И вон, тут же много электробусов. Обратите внимание, Аркадий переходит дорогу в неположенном месте. Ну что, Аркаша, в неположенном месте дорогу переходим? Тебе показалось. Ваши документики. Дождик закончился. И сейчас мы посмотрим на городскую навигацию. Ну что, Аркаша, где мы находимся? Мы находимся тут. Вот, кстати, видишь, приятно то, что вы тут пишут, вы тут это на русский, а всё по-русски, а всё остальное на белорусском. Пять хвилин пешу. Кстати, белорусский язык очень красивый. Кинотеатр Победа. Вот, кстати, за что многие Минск любят, это то, что здесь есть такое место советской ностальгии. Если вам нравится советская архитектура, вот эти советские широкие проспекты, ухоженность, каждый уголок вылизанный, то в Минске вы найдёте много каких-то советских артефактов. В том числе, вот обратите внимание, что на кинотеатре они сохранили старые вывески. Смотрится он довольно круто, потому что в России подобные кинотеатры, они уже давно утратили оригинальные вывески, они завешаны какой-то пёстрой непонятной рекламой. А здесь вот прямо можно кино снимать, машину убрать, поменять, и вот всё сохранилось. В этом плане белорусы, конечно, молодцы. Аркаша, давай ты будешь просто говорить «да». Да. Велопарковка, смотри. Ничего себе. Да. Так, вот это, кстати, был чувак, у них проходили какие-то игры, и этот лисёнок был маскотом вот этих вот европейских игр. Что такое европейские игры, я, кстати, так и не понял. Для меня, например, загадка, что такое универсиада. Мне кажется, это такая вот чисто российская история, особенно учитывая то, что мы берём всё золото, и, мне кажется, это серьёзно к универсиаде относится только у нас. Ну ладно, ещё есть какие-то европейские игры. А что такое европейские игры? Более-менее чистые фасады, никто не стеклит балконы, и, конечно, окна поменяли, кондиционеры повесили, но так... А вот здесь, смотри, здесь даже вот подъезд ещё такой старый. А, это банк, потому что... Не, ну старые вот банки, они двери сохранили. Вот высадили деревья. Такой здесь потрясающий заповедник советской архитектуры. Смотрите, ещё одна зона платной парковки. Ага, ну чтобы оплатить парковку, нужно пройти квест. Для начала нужно выучить белорусский язык. Не, они с двух сторон написали, хотят на английском бы сделали. То есть мы для начала должны пройти тест на знания у белорусского языка, потом понять, что здесь происходит. Мне кажется, можно было более как-то деликатно сделать эту инструкцию. О, аппарат для оплаты парковки. И что, даже работает? Выбор языка тут есть. А что происходит? Шаг пятый, второй. Тут какой-то квест. Не, по-моему, он не работает. Да. Мне нравится тут шаг третий, шаг четвёртый, шаг первый. Ну, короче, автомат не работает. Но здесь сразу указывают, где ближайшие другие. Да. В случае поломки. Очень мило. Здесь у нас так называемый старый город. По-моему, в 90-х они это сделали? Да, или когда? Я не знаю. Вот они что-то восстановили, что целело или что доделали? Или это всё полностью новодел? Ну, здесь попытка воссоздать старый город. Сейчас мы посмотрим, насколько это хорошо у них получилось. Здесь не очень понятно. Ввиду обилия шпаклёвок, штукатурок, пластиковых окон. Что здесь новое, что просто старое с ремонтом. Но какие-то здания видно, что исторические. Вот видишь, здесь написано. Здесь всё подписано. Подписано примерно на двух языках. То есть, это забудова квартала в улице Герцена Музычнака Завулка. Вообще, это улица 16-го века. Что из этого можно узнать? Это квартал 16-го века. Дальше идёт её история. Ну, непонятно, это они восстановили или что это такое? То есть, как нам к этому относиться? Это старое здание или нет? Возможно, они специально обошли этот фрагмент истории. То есть, вот это выглядит как что-то такое историческое. Но насколько оно действительно историческое, непонятно. Кстати, проблема. Потому что, даже если историческое здание сделать в нём евроремонт, то оно теряет всё очарование. Потому что, когда нет контакта с подлинными элементами, ты не понимаешь, что на самом деле у тебя подлинное, а что нет. То не ощущается вот этого духа старины, за которую мы любим старую застройку. То есть, хочется видеть какие-нибудь там стёсанные камни веками. Хочется видеть какое-то старое дерево. Ну, вот деревянный домик. Я надеюсь, он оригинальный. Там вот окошки старые, деревянный домик хороший. Обрати внимание, что абсолютно везде будут покрашены люки. Люки, это святое. Слушай, ну купили серые краски, а что теперь люки не красит? Аркаша всё вот хочет, чтобы люки не красили. А нет, назло тебе будет всё красить. Ресторан, старый дом. Ну вот что здесь старое? Кирпич наверху новый. Окна новые. И надо понять, что здесь старого. В этом старом доме. Вот здесь есть у нас первая табличка, что памятник конца 17 века. Потому что у меня смешанные чувства от этого района. Потому что ничего не понятно. Зато есть вот эти вот замечательные благоустройства. Знаменитое минское благоустройство. Вообще Минск, конечно, потрясающий город. Потому что здесь реально с одной стороны остановилось время. Потому что видишь вот эти вот советские парки. Но они не типичные советские парки, как у нас. Здесь работает фонтан, здесь пострижены все газоны. Здесь советский парк, за которым ещё ухаживают. Он, конечно, такой совершенно бестолковый, бесполезный. Здесь нечего делать. Просто огромные площади асфальта и травы. Которые используются в лучшем случае на 10% от всей территории парка. Сейчас, конечно, такие парки уже не делают, но неважно. Тем, кто тоскует по видам советских открытых, здесь наверняка очень понравится. И при этом, смотрите, панорама набережной. То есть не испортили никакие панорамы. Все эти виды, вся эта советская застройка, советские лужи. И при этом попадаются какие-то чудеса современной техники. Вроде, не знаю, самокатов, которые как-то ощущение, что машина времени дала сбой и смешала разные эпохи. Что можно сказать, друзья? Я стою на велодорожке. Я стою на велодорожке и стою я на ней с возмущением. Почему? Потому что, я не знаю, кто проектировал велодорожку, но накосячились везде, где могли. Во-первых, велодорожка как-то очень странно идет в тени деревьев. И прямо перед дорожкой хочется ходить гулять. Но это еще ладно. Она совершенно как-то безумно пересекает пешеходную дорожку. Идет там по центру тротуара. Здесь вообще никак не продуманное пересечение ничего. И, то есть, вот я сейчас шел пешком, и куда мне предлагается здесь шарахаться теперь от велосипедов. Потому что самое странное, обратите внимание, то что пешеходные дорожки, они асфальтированы. Хотя это асфальт старый, а велосипедная дорожка выложена плиткой. Хотя все вообще должно быть наоборот. В общем, чувствуется, в Минске есть проблема с проектированием велодорожек. Да, очень странно. Велодорожку расположили прямо по центру туннеля. О, а дальше наоборот. Все, они услышали наше замечание. И мы сейчас выходим из-под моста, и здесь велодорожка уже асфальтированная. А пешеходная дорожка вымощена плиткой. Вот так вот все быстро в Минске меняется. И вот опять такая парадоксальная ситуация, потому что для велосипедистов они сделали такой вот пологий спуск, пандус. А пешеходам они оставили лестницу. Тем самым они провоцируют кучу конфликтов. Понятно, что люди, например, с колясками будут идти по вот этому пандусу. Потому что он комфортнее. Ну и вообще приятнее идти по этому пандусу, чем идти по этой вот кривой плитке, которая вся в лужах. Очень, в общем, странная история с этой велодорожкой. Я не знаю, кто и почему ее так запроектировал, но выглядит все это очень странно. И мы с вами идем по какому-то нескончаемому парку. Красиво, вот эти вот такие заросли, высокие деревья. Минск, зеленый город. Так, на что еще хорошего можно обратить внимание? Вот это, в принципе, неплохая архитектура. Вот такой пример. Она не то, что хорошая, но на четверочку. То есть имеет место быть, более-менее спокойно все. Я не знаю, что местные про это думают, но у меня вот это здание раздражение не вызывает. Вот такой красивый ручей, газончики. И вообще приятно видеть, что вот этот старый советский парк такой ухоженный. Еще приятнее было видеть, что этим парком занимаются люди, которые хоть что-то понимают в современном благоустройстве. Но вот в плане ухода и заботы здесь, конечно, все замечательно. Такой редко в России встретишь. Вот Аркаше не нравится музыка из шашлычной. Дожили. Не, ну мне тоже не нравится музыка из шашлычной, если на то пошло. Интересно, есть сегодня человек, кто детскую коляску по этому пандусу спускал? Мы сейчас идем по велодорожке, потому что пешеходная дорожка, она какая-то унылая, прямая и на солнце. А велодорожка, она красиво виляет между деревьями. Приятнее идти по велодорожке. Уж ничего не могу с собой поделать. Наверное, впервые вообще в истории на постсоветском пространстве был найден в переходе работающий лифт. Ну как, мамочки здесь все же не очень работают. Слушай, ну главное... Не застрять, у нас аренда идет. Второй, второй. Второй? Да. Будет обидно здесь застрять. Вообще, конечно жесть здесь просто передвигаться. Невозможно на велосипеде, на самокате, потому что нет переходов. И вот первый переход подземный, который мы за все время нашли, где работает лифт. Вообще большая редкость. Удивительный переход под железнодорожными путями. Ты думал он без ступенек? Ага, мы в Минске. В Минске нет ни одного перехода без ступенек. Поэтому мы будем страдать. Видите, дорога искривляется и появляется место для такого вот островка с остановками по центру. Обычно у нас трамвай выкидывает пассажиров прямо под колеса автомобилей. А здесь вот так красиво сделали, вот такие лавочки там, крыша. Молодцы! При этом на тротуаре везде лужи на переходах. Невозможно ходить нормально, приходится обходить эти лужи постоянно. Значит, наконец-таки мы дошли до самого, наверное, опрятного места, по мнению минских коммунальщиков. Потому что здесь они покрасили даже тротуар. Здесь покрашен белый цвет бордюр, серый цвет покрашен тротуар. Покрашен кирпич, здесь покрашен асфальт, здесь покрашен бетон. В общем, все хорошо. С лужами разобраться не смогли, но это мелочь. Главное покрасить тротуары серой краской. Интересно, как думаешь, если спросить людей, зачем здесь красят тротуары? Что они ответят? Это же красиво. Думаю, скажу, красиво. Здрасте. А можно вопросик вам? Скажите, а зачем тротуар красят в серый цвет? Ну, надо, чтобы возле своего здания что-то красиво. Красиво? Я просто из Москвы, у нас не красят асфальт. Я думаю, может, какая-то технология новая там, чтобы не скользила или... Ну, это плохой параллок открасили. А, ну, вам нравится. Все, главное, чтобы вам нравилось. Спасибо. Как вы поняли, охранник сказал, что тротуар был кривой весь, а тем стал красивый. Проходная, а здесь, кстати, это... Интересно, на территории там тоже все покрашено? Ну, мне кажется, должно быть, да. А, это какая-то администрация. Вот, это люди покрасили. Конечно, надо спросить кого-то из администрации. Они даже почтовый ящик покрасили, но так красиво покрасили. А что это за организация? Кристалл. А это они что делают? Алкоголь. А, они алкоголь делают? Ничего себе. Может быть, они по пьяни просто после корпоратива решили тротуар покрасить? Аркаша все ест вишню, а мы все пытаемся найти кого-нибудь и узнать, зачем они красят тротуар. Вот с утки шутками, а мне даже выкидывать косточки не хочется. Вон урна! Настолько все красиво. Здесь действительно красиво. Извините, пожалуйста. А вы не знаете, зачем тротуар покрасили в серый цвет? Ой, я не знаю. Так надо было. Вам нравится? Нет, без разницы. Вот. Пока опрос сотрудников Кристалла не дал ясного ответа, но я не теряю надежды. Надо выяснить, зачем они покрасили тротуар серый. А вы понимаете, даже в разные оттенки под серого покрашено. Цоколь, столба, более темная полосочка. Мне кажется, это очень мило. Как только я поставил здесь блокпост, чтобы вопрошать людей, зачем тротуар серой краски красят, народ перестал ходить. Как только мы встали, люди кончились. Они там двери заблокировали, все сидим тихо, потому что там Варламов спрашивает, зачем мы покрасили тротуар. Этому нет объяснения. Вы знаете, зачем? Так, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы красили тротуар? Нет, это Кристаллзавод получается. Да. Они красят каждую весну, наверное. Зачем? А вы не знаете. Мы не знаем. Я просто наблюдаю, фотографирую. Они каждую весну после зимы красят. Да, это все. Перед играми красили. Стенку видите тоже? Вот эта стенка кирпичная. Это не кирпичная. Это визуализация. Они нарисовали кирпич. Вот это вот белорусская хозяйственность. С ума сойти. Они нарисовали кирпич. Как это называется? Понимаешь? Просто представка такая. Все, я понял. Это все не настоящее. И тротуар серый цвет. То есть у вас нет объяснения, зачем тротуар серый цвет покрыт? Я не знаю, я тоже сам спрашиваю. Именно серый? Или они тоже жарят? Да. Может было розовый, например. Не, я понимаю, это розовый. Это современное искусство. Они алкоголь делают, да? Магазин есть чуть дальше. Извините, пожалуйста, вы не знаете, зачем тротуар серый цвет красит? Вам нравится? Так надо. Это реально как в армии. Может быть все сотрудники кристалла подписывают какое-нибудь соглашение. А это корпоративная тайна. И запрещено вообще на эту тему покраски тротуара разговаривать с посторонними. Так, Аркаша меня привел в какое-то современное искусство внезапно. Нет, здесь красиво. Если бы они дали вот людям, кто вот здесь здание красят, чтобы они покрасили, было бы намного лучше, по-моему. Меня смущает, что они неразговорчивые. Мне кажется, они думают, что это какая-то провокация. Может они думают, что мы хотим украсть у них их корпоративную тайну. Во, смотри, здесь красиво уже сразу начинается. Бар. Слушай, ну здесь неплохой стрит-арт, вот смотри. Думаешь, я тебя повел бы в плохое место? Вот я Ленина вижу. Ага, круто. Они вас поймали на месте преступления, да? Да, да, да. Удивительно. Чувака заставили стирать то, что он нарисовал на стене. Ходит легенда, что в баре банки-бутылки можно снять любую женщину за два щебелевых шота. То, что ты туда приходишь, и там уже сидят готовые девочки около барной стойки. Вот ты приходишь, садишься, они за тебя смотрят, ты говоришь, два щебелевых шота, они делают так. И ты выбираешь любую дамочку, покупаешь два шота, вы с ней даже можете не разговаривать, ты просто обнимаешь ее за талию и вы уходите. Два щебелевых шота, банки-бутылки. А что такое щебелевый шот, это что? Это... Ты пила когда-нибудь? Я не пила. Спасибо. Нет, я пила малиновые шоты. Вот малиновые это для непорочных там, как я. В общем, почему Беларусь, а не Беларусь? Беларусь это государство, которое существовало во времена СССР. Потом, когда СССР развалился, было создано новое суверенное государство, которое называется Республика Беларусь. И, типа, называть Беларусь Беларусь, это же самое, что и называть, типа, не знаю, Санкт-Петербург Ленинградом и говорить, что правильно говорит Ленинград. Значит, смотри, во-первых, я тебе по секрету скажу, Беларусь с распада СССР почти не изменилась. Но это... Но... Во-вторых, если ты будешь называть Россию вообще как тебе угодно, в России всем будет посрать на это. То есть это не предмет для дискуссии. Ну, короче, почему беларусов это все очень сильно тревожит? Да. Потому что всем все время говорят, что Беларусь это, типа, осколок СССР. Кому говорят? Да не знаю, все время говорят, о, такой вот СССР, приходите, посмотрите. И ведь это так вот становится страшно за себя. Ты что, тоже житель все еще СССР? Всем так обидно, и поэтому когда... Вот, да, мне моему беларускому сердцу тоже обидно. Где надо кушать правильно, трапезничать в Минске? В Беларуси нужно кушать беларусскую кухню, следовательно... Ты сказал Беларуси? В Беларуси. В Беларуси. В Беларуси нужно кушать драники и ходить по интересным заведениям. Их, на самом деле, в Минске очень много. Самый топчик это что? Самый топчик. Нужно четко понимать, для чего. Если я хочу суши, я пойду в ролик. Есть какая-нибудь новая беларусская кухня? Новая беларусская кухня, это скорее всего Симпл. Краски здесь рядом находятся. А вообще все входят в классику. Это у нас кухмистер, который, кстати, тоже в топе выдается под ранником. Есть и взрослая аудитория, они ходят в трактир на Парковой. Это сетевое Васильки почему-то все рекомендуют. Это просто сеть. Самое крутое что в Минске? Нету, я всем говорю, что у нас нету премиум либо лакшери заведения. Нету. То есть какой-нибудь высокой кухни, в Минске высокой кухни нет? Нету, в Минске высокой кухни. Ты грустишь из-за этого? Я не сильно грущу, я просто верю, что это должно развиваться. Москва тоже не сразу строилась. Рано или поздно растет культура людей, и у нас появится и высокая кухня, и молекулярная кухня. Главное не забывать о своей кухне. А вот эта Энза? Неплохо. Бургеры, стейки, тартары. Но если вы пройдете вглубь, вы найдете Burger Lab, который вам все советовали, и там один из лучших бургеров в Минске. Офигеть! Сохранился такой вот очень крутой позднесоветский, я так понимаю, это года 70-е район. Такая вот застройка, советский модернизм, Белкнига, и здесь бульвар с аутентичными фонарями. Выглядит все очень круто, здесь каштаны растут. То есть действительно город с такой советской открытки. Вот я еду, как будто это ощущение, что ты попал в советскую открытку на машине времени. И мне, как туристу, ну это действительно классно. Голубая елка, еба. Прямо как у бабушки Симферополя. Я вот помню в парке, тоже примерно такое же благоустройство, только там все это уже развалилось. А здесь в Минске все это в целости и сохранности. Посмотрите, какие крутые мозаики на торцах этих зданий. Слушайте, вот класс, класс. Вот за это большой плюс белорусам, то что они все это дело сохраняют. Они молодцы. Что, как тебе Минск? Слушай, много исторических деталей советских, которые мы потеряли, а здесь сохранили. Вот это очень круто и, мне кажется, вообще из всех постсоветских республик, Беларусь, запомните, она говорит Беларусь, а то здесь всех дико бомбит. Если бы Советский Союз не развалился, если бы не было 90-е, если бы не было околтелого капитализма с этими торговыми комплексами и совсем остальным, то все бы города, они выглядят как сейчас Минск. Киев, Москва, наверное, по большей части. Слушай, а мне кажется, что здесь такой прагматизм, как в Европе. То, что это работает, не будем менять. Я сейчас сравню Лукашенко с моей бабушкой. Тем более у меня бабушка из Беларуси. Именно из Беларуси, не из Беларуси. У меня бабушка из Беларуси. И у меня у бабушки дома висит портрет Лукашенко. И бабушка у меня невероятно бережливая. Она из Беларуси, она невероятно бережливая. Она очень любит Лукашенко. Когда мои читатели видели фотографии, как живет моя бабушка, они мне говорят, Варламов, ну ты свинья. Бабушке не может перейти квартиру в порядок. Да, да. А ты попробуй, бабушка в слезы, ей реально плохо. Я думаю, что с ней с ней плохое случится. И мне кажется, Лукашенко, как кумир моей бабушки, он тоже очень консервативно относится к городу и не разрядит ничего сделать. И, наверное, с точки зрения жителей Минска, я бы не хотел жить в таком городе, я бы не хотел, чтобы было все так консервативно. Но как туристу это здорово. То есть, когда приехал в некий Диснейленд, мне нравится. Мы ходили сегодня с Аркадием, и я офигел от такого количества луж. То есть, ты идешь лужа на лужи, и лужи погоняют, они повсюду. Все в лужах. И я написал в Твиттере, что одно из таких первых впечатлений про Минск, то что здесь очень много луж. Что мне ответили, Аркаша? А, дожди. Дожди. То есть, в Минске лужи, это не брак дорожного покрытия, это не отсутствие разуклонки, ливневой канализации, это не кривые лапки строителей, это дожди. Ребята, запомните, лужи это брак дорожного покрытия. У них круче самокатопрокат, потому что самокатопрокат чисто европейский, потому что эти самокаты без станции. Везде оставлять можно. Да, потому что в Москве нужно обязательно искать парковку, приковывать к парковке, фотографировать, получать код, открывать замок. В Минске можно где угодно ставить эти самокаты, и это супер-лайк, потому что самокатопрокат это круто. В общем, если вы хотите скучной урбанистики, урбанистика бу-бу-бу, то подписывайтесь на Аркадия, если хотите драйва, эмоций, потрясающего контента каждый день, то подписывайтесь на мой канал, до сих пор этого не сделали, в любом случае ставьте лайк мне, Аркадию, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, а завтра будет новое видео на этом канале, не пропустите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok